всем привет дорогие друзья с вами как всегда андрей броский и мы продолжаем играть far cry 5 на playstation 4 давайте первым делом осмотрим все-таки эту точку ух ты тут как лихо мы зашли я хотел уже отправляться ну вы помните в прошлом видео я сказал что мы отправляемся на это задание но здесь посмотрите мы особо и не изучили этот городок сколько раз мы в общем то здесь уже были столько всего тут еще остается не осмотренным вот например записка призыв к жатве коллапс грядет и он хочет чтобы мы свезли сюда как можно больше удобрений пропитанных блажью осторожнее они взрывоопасны вместе мы придем к вратам эдема подождите закупку записку подобную я читал зачем ее зачем они дублируют ее не совсем понятно это куда у нас это никуда у нас никуда и дверь двери у нас не ведет потому что она плотно закрыта так что еще давайте обычно здесь еще одна записка записка механика мы закрываемся больше никаких ремонтов даже уровень масла не будем проверять сюда заявился и вам со своим верными со своими верными не волнуйтесь я никогда не собираюсь у я никого не собираюсь увольнять заплачу всем сколько смогу но прошу будьте осторожны если это значит отсиживаться в мастерской хорошо если дома тоже неплохо только лучше вам не соваться не совать нос на улицу что-то случится да друзья что-то действительно случилось случилась полная заняться в этом регионе давайте взломаем взломаем тут еще сейф я прозевал бабосик серебряные слитки 40 неплохо здание напротив у них тут еще такие знаете старый телевизор кинескопная игра вроде современная но кей списки выживальщика стандартный грузовой контейнер воздух система фильтрации теплообменник провизия 1100 рационов на три года плюс 5 запас 500 банок консервов понятно это просто список выживальщика действительно как написано так она есть чем у нас тут расскажут смешно это берд давненько мы с тобой не виделись надеюсь все хорошо в общем звоню попрощаться мы женой едем на юг как собирались маленькую долину там ловить нечего только уединение не предел мечтаний но черт иногда выжить это просто обойтись малой кровью береги себя слышишь меня бесит что такой выживальщик как ты застрял в этом чертовом округе но я знаю почему ты здесь людям повезло что ты им помогаешь я бы остался с тобой но мне нужно заботиться о жене так что слышишь друг до встречи слышу тебя друг здесь у нас смотрите картины одинаковые фотки этот пикап вот это вот какая-то круглая я не знаю как это назвать только рога разные здесь видать оленя здесь лося но сами картинки порядок картин ноги ладно это мелочь но она бросается в глаза здесь вот опять повторяется этот трейлер или как он там правильно называется короче грузовик так что у нас тут еще еще один 7 друзья вот посмотрите сколько всего было не обыскано не изучено не изведано так это можно открыть нет еще раз нет окей вроде бы дом этот полностью осмотрели давайте двинем дальше мастерской мы были так стойте эта дверь закрыта на ней в общем-то так и написано магазин оружия и журнал про рыбалку да я молодец окей а у тебя тут срач ты не молодец устаю как вообще как как люди у тебя заскупляются в такой грязи а ну пошел вон я займу твое место так мы магазин наверное в магазин наверное нет смысла у нас углубляться в покупке в магазине наверно нет смысла потому что вроде с патронами все обождите друзья какой же все ок пусто пусто но что-то это ж мы с самолетом самолетом возились прошлый раз давай все нормально все нормально мы быстренько у тебя скупимся и двинем дальше боеприпасы есть добычу продать есть предметы броня там аптеки есть карты уже есть ну и остается этот бар обнаружен новый персонаж мэри мэй фэр грейф вот это она ну-ка давайте с ней поговорим привет спасибо я же хороший пример без твоей помощи нам бы не удалось вернуть себе фолл цент почти все сваливают отсюда после первой встречи с сектантами остальные жалеют что не свалили мой отец одним из первых пошел против них каждый раз когда они заявлялись папа садился в свой грузовик и гнал их из города он его обожал называл вдоводел эти уроды угнали его за неделю до смерти отца блин хочешь реально разозлить секту верни мне вдоводел покажи им что нас не согнуть и пусть наши ребята порадуются он заперт в зерновом элеваторе на востоке думаю ты как раз справишься думаю я рассмотрю твое предложение выполнить эту задачу но немного позже обалденная игра друзья обалденная чё у нас тут на автоответчике давайте послушаем это папа я собираюсь сделать что-то или очень глупое или очень умное а может и то и то я загнал и на сида в тупик и иду ва-банк если больше я вас не увижу обещайте мне вот что не вступайте в секту не закрывайте крылья любви и не отдавайте им вдоводел если он еще на ходу увидимся в раю или через пару часиков заценил я тут у нас трюки клача никсона найдено это записка заценил я что кассу могу тут снять еще одна записка записка отца мэри мэй мэри мэй пообещай мне три вещи не вступай во врата и дэма не дай им закрыть этот бар не отдавая им вдоводел не забывай даже самый мерзкий день закончится ровно в полночь я люблю тебя папа да именно прикольно самый мерзкий день закончится ровно в полночь это сейчас так называется рыба удит но окей постараемся найдем скайлер она удит хорошо рыбу оп 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 эту дверь можно открыть оказывается и мы вышли на задний двор этого бара никогда не знаешь какая дверь закрыта как а открыто блин в этой игре вот пожалуйста вот эта дверь закрыта итак что у нас тут можно еще глянуть тут у нас еще вот этот товарищ хочет дать задание знаю что нам нужно яйца я серьезно ежегодный праздник живота многолетняя традиция праздник живота возможность для всего сообщества собраться вместе и заняться любимым делом поеданием ковбойской икры этому городу нужно развеяться если устрицы скалистая гора не могут тебя развеселить то дело дрянь проблема в том что праздник перенесли из-за распроклятой секты но кейси не войдет в историю как повар который не смог подать уэвас с гарниром из счастья мы сделаем это но сначала достанем припасы которые нужны для праздника парень по имени кенни запер их в старом амбаре по моим парень ну ты режешь конечно морковь гляньте там сильно да и лук тоже красавчик эти нарезал хопа джекпот праздник живота получено у нас еще одно задание отметили мы мы ее у себя а в списке заданий в журнале заданий да вот но отправимся на основную миссию которую мы планировали еще выполнить в прошлом видео к сожалению увязался за нами самолеты и пришлось пришлось нам повозиться знатно так вертолет я оставил где-то где-то здесь неподалеку а ну-ка карта так вот он он пришла война в кусты залез ладно не будем пастору мешать он не верит мы его не планируем переубеждать наше задание совсем совершенно другое добраться до указанного маркера помчали плохо что вертолет плохо что вертолет не боевой но я думаю что скоро мы найдем и боевые вертолеты и даже самолет ну а лететь конечно нам прилично 2200 практически весь очищенный регион зачищенный регион нам предстоит пролететь от края до края мне кажется чем выше ты взлетаешь тем медленнее летит вертолет так она выглядит все пытаясь на крестик удерживаю немного выше взлететь он начинает тормозить по немногу вроде норм по полпути уже преодолели внизу конечно там жаркие потасовки происходят не хочу я вмешиваться только время будем терять так трейлер трейлерный парк у нас на горизонте давайте у моста оставим не пошли вон кто-то засек нас как они палят что это конечно летит летит у нас грешник ну давайте поторопимся раз такое дело грешники чтобы не случилось не отступай если он хочет покинуть врата и дема поможем ему поможем даже не обсуждается хочет поможем так чё нужно сделать с ним а защитить я думал его нужно сопроводить так выходим на улицу где-то на тебе демщики пулемет пулемет руку решает парни я вам скажу а 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 и и а а а а AT м д TI lo это мало они сделали. Просто задания настолько потрясны. Настолько, что мир этот еще маловат. Можно было просто столько налепить еще заданий. Таких же самых. Эдемщики, эдемщики. Эдемщики хотят его забрать! Да ну ты как... Вы представляете, я забегаю, нажимаю R3, чтобы забить этого типа. А он берет... Какого черта бить этот трупак, которых мы защищаем? С ума сошел. Ай-яй-яй-яй. Какая лажа. Я же говорил вам, что смерти будут происходить только по вот этой корявости. То есть, так именно... То есть, Андрюха нормально тут ложат налево и направо. Но как происходит вот нечто подобное? То есть, как можно было забежать? То есть, он псих или что? Охраняйте типа. Он забегает просто и убивает этого, который лежал на полу, которого мы должны защитить. Как вообще могла просто на него кнопка R3 сработать? R3 это у нас быстрый типа удар там. Они сзади! Ёрк! Ёрк! Помоги! Помогу, помогу, не ссы. Давай, вставай. За дело! Чего? Помоги! Привет! Приготовь! Они, знаете, только в голом пистолете не могут друг друга застрелить с полуметра. Берегись! Сектанты освобождают его! А ты что-то стоишь, что там сторожишь батарею. Думаешь, батарею они насунуть хотят? Бумер. Давай, малыш, ты должен жить. Берегись! Берегусь! Придется самому собереть! Братая, верно, для тебя сокрытие! За бумера! Давай, 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 спаси! Поднял его? Помощник, я собрал всех, кого смог найти. Они встретят тебя на пристани, это недалеко. Гранаты, записки. Что нужно делать? Отнесите, я понял. Блин. Отнесите, и он это. Взять. Блин, не тот и... Да не тот и берешь. Перенести тело. А-а-а, перенести тело. Наконец-то! Он его ногой ударил. Я нажал R3, ну и отпустил чуть раньше, чем нужно было. Думал, опять его забьет сейчас. Ну что, понесли трупак. Ну почти. Почти трупак. Вот как вот парня этого... Кто-нибудь будет прикрывать? Я собрал, говорит, всех, кого можно, только я не вижу никого, кроме себя и этого тела, которое у меня на плече. Ну и ребят, которые пытаются меня атаковать. Да нет, мне не надо убивать собаку. Съешь его, бумер. Давай, давай, побежали. Да ты, блин, взялся. Твою дивизию. Да ну как же ж, не дайте. Побежали быстрее. А, он убежит. Он убежит. Молодец, бумер. Ешь его. Ешь. Даю, даю. Все, надо в лодку его загружать, где мы закончили миссию, да? Р-3 бросить тело, мать. Получите эту какаху. Бренную какаху. Это мудро. Молодец, помощник. Мы показали, что готовы принять тех, кто сбился с пути. Их будет больше. Твоя помощь незаменима. Да поможет тебе Господь. Навести меня в церкви при случае. Помолиться никогда не помешает. Как-то раз я услышал крики у старой шахты. У нас не подошел, как выскочил у него в стадо и сказал, что я испортил ему кадр. Кто сейчас будет снимать кино? Надеюсь, этого урода сожрет медведь. Ну, действительно, что он там кино снимает? Пусть его медведь лучше съест. Мне, видать, он что-то плохое снимал. Понятен посыл этого парня. Друзья, ну что, освободили. И ура. Ура. Дальше тут у нас уже идет совсем другой регион. Правильно, да, задание. Нам нужно будет возвращаться. О, подождите. Надин Аберкорнби. Тут еще задание. И Клач Никсон. Ну, тогда к ближайшему. Давайте. Быстрое перемещение. Наконец-то. Первый раз Андрюх использует. Я вообще в играх не использую быстрое перемещение. Но в данном случае, я думаю, можно. Тут нам придется все-таки его поюзать. Потому что карта реально огромная. Медленное передвижение. Эти вертолеты. Постоянно нас кто-то хочет прессануть. Подгрузки. Просто я не люблю подгрузки. Поэтому всегда лучше, знаете, перемещение по карте. Тем более, если игра интересная. Обычно ты не хочешь использовать быстрое перемещение. Вот. Ну, или когда она действительно огромная. Привет. Я сходила проверить, но нашла только кучу шприцов. Похоже, кто-то там проводил эксперименты. Обнаружен новый персонаж, друзья. Только там удерживайте тачпад. Что-то нам не открыло. Ага, новый персонаж, к сожалению, тоже в другом регионе. Кто такой клатч Никсон? 130 метров. Давайте поговорим еще с клатчем с этим. Блин, вертолет, вертолет. Прячемся за дерево. Здесь нет меня. Пошел вон. Иду, рассказываю, что там. Когда появились вооруженные сектанты, начали размахивать свои книжки. Я убежал. Надеюсь, все остальные тоже. И я тоже на это надеюсь. Тут что хотят? Опять прокладча? Опять ехать на огненной машине? Девятнадцатое июня 1964-го. Клатч Никсон, величайший каскадер Америки, устроил для своего лучшего друга Джорджа Рая трехнедельный мальчишник. Во время празднования Джордж поспорил с клатчем, что тот не сможет пролететь через ущелье, уничтожив все препятствия на своем пути. Подержи мое пиво, сказал клатч. Даже несмотря на то, что клатч был настолько пьян, что не просыхал до конца своих дней, он все равно успел выполнить трюк раньше, чем его пиво согрелось. На данный момент ни одному смертному не удалось повторить его трюк. Ну давайте попробуем повторить его трюк. Только подождите, лететь. У нас вроде бы как еще нет самолета, может быть это на вертолете, мы должны тут лететь. Вдруг, вдруг такое задание. Откуда ни возьмись. Итак, смотрим. Да, самолет, друзья. Ускорение крестик, уменьшить тягу кружок. Р-2 стрелять из пулемета. И левый аналог крен и тангаж. Ну а я думаю, Андрюха справится. Давайте приступаем. Ох, блин. Ох, там управление. Я не могу на это смотреть. Музыка такая прям... Серьезно. Не зацепиться бы крылом. Это все-таки самолет. Подержи, говорит мое пиво. И ни одному смертному до этого не удавалось победить. Может быть я буду первым? Давай. Музыка, конечно, друзья. Блин, сколько музыки у Юбисофт. Что они хотят? Просто они хотят, чтобы люди на Ютубе страдали. Давай, давай, давай. Ускоряемся. Тут надо остров вправо облететь. Управление, конечно, не самое лучшее. Но как бы норм. Норм, но видали мы... Ох ты, блин. Вот здесь вот что-то... Давай, давай, давай. Заходим. Нет, нет. Мимо. Что это было? Две секунды? Нееееет. Время истекло. Еще разок. Дайте мне еще разок. Попробовать выполнить это испытание. Я справлюсь. Конечно, хотелось с первого раза. Но не смог. Кроны деревьев очень густые. Нет права на ошибку. Блин, конечно, его мотыляет. Очень сильно. Тяжело, тяжело. На самом деле. Хотелось бы по отзывчивое управление, когда ты должен выполнять такие задания. Ну, что делать? Может быть, как-то можно будет в дальнейшем улучшить самолет. И тогда все случится. Но сейчас уже как есть. Блин, вот этот вот круг был сложноват. И тут, получается, нужно облететь остров. Если он затенет дерево, то это конец. И потом, после того, как мы выходим из этого поворота, нам надо влево сразу повернуть резко. И это очень сложно сделать. Давай, газу. Блин, и снова я не пролетел. Не пролетел он в тот круг, хотя я старался по максимуму, конечно, попасть. Пять секунд. Давай, давай, давай. Одна секунда. Нееет. Конечно, не пройдено. И еще я и зацепился. Крылом задеть. Вообще, получается, между деревьями нужно так ими напитать. Ох. Говорю, после острова налево вот этот поворот очень сложный. Как там сделать, пока что не пойму. Не показывает нам, в общем-то, скорость, какую мы держим. Тяжело так сориентироваться наугад. Тут нужен баланс. То есть, не медленно, не быстро. То есть, оптимальный. Еще, конечно, когда мы делаем резкий поворот, самолет начинает падать. Я, конечно, еле-еле выровнял его после острова злосчастного. Но попасть в круг не смог. Давай, давай, давай. Есть. Есть еще один. Вот это все легко. Это элементарно. Дальше у нас проблема. Неужели он не... Ну, как же ж. Блин, я приблизительно... Я приблизительно понял, что нужно делать. Там просто направо можно лететь вот налево. Но, опять же, он заваливается на правое крыло так сильно, что потом влево повернуть очень тяжело. Блин. Надеялся, что с третьего раза все получится тут, а тут уже больше. Ну, камон. Этот челлендж мы должны его одолеть. Давай, промчитесь. Взлетай, взлетай. Есть отрыв. Вперед. Кроны деревьев очень густые. Нет права на ошибку. Да что мне эти кроны... Зацепился крылом за мост. Фух, хорошо, что... Хорошо, что еще летим. Давай, давай. Музыка, конечно, классная. И вообще весь музон по-доброму неплохо. Но, я говорю, люди должны страдать просто из-за того, что Ubisoft... Неужели они решили, что их игру писать не будут? В чем я, в общем-то, сомневаюсь. Если они сами рассылают копии. Давай, давай, заходим. Давай, American. Помедленнее. Есть контакт. Хорошо, я сбросил здесь скорость. Главное... Главное, дерево не зацепить! Топись, блин. Представляете, крылом все правильно сделал. Смог повернуть. Думаю, на этот раз у нас получится. Держу пальцы. Скрестив, давай. Андрюха, ты можешь. Кто придумал эти крылья вообще? Все четенько получалось. Да, надо за этим следует и за землю. Тут дело в том, что можно и за землю зацепиться. То есть, они низко так их поставили. Вроде бы нужно делать резкий поворот. Блин, и ты крылом даже можешь землю зацепить. Вот это, конечно... Это, конечно... Усложняет задачу многократно. Ну, конечно, своеобразный челлендж, он все равно крутой. То есть, если ты хочешь челлендж, он здесь есть в Far Cry. На самом деле, прям это не то, чтобы там невозможно выполнить. Оно, ну, ну, хавает время. И я, конечно, не особо хотел тратить на этом... Ну, это время в ролике при записи. Надеялся, что получится пройти все гораздо быстрее. Ну, блин. Не всегда все бывает, как мы хочем. Давай-давай. Чуть дальше на этот раз от деревьев я прошел. Так, что у нас... Ну, все, отлично. Что нас ждет дальше там? Это вопрос. И скорость же. Надо не забывать, что у нас все равно идет время. И мы не можем... Медленно, слишком медленно лететь, потому что, блин... В этот раз повезло. Да, в этот раз, блин, это все профессионализм. Это не везение. Давай-давай-давай. Под мостом. Ускоряемся. Пониже мост. Блин. Вот как... Ну, реально здорово. Я представляю, как бы это было в Диаре. Было бы нереально, друзья. Давай быстрей. Здесь по этому мосту мы, кстати, помните, на кошке прыгали, находили тайник. Представляете, как они резко вдруг... Я, блин, чуть не прозевал это кольцо. Кроны деревьев очень густые. Нет права на ошибку. Я понял. Стараюсь не ошибиться. Да, друзья, я это сделал. Я думаю, Андрюха, достоин лайка. Не поскупитесь. Фух, аж мотор немножко заколотился. Хотелось. Хотелось уже закончить это испытание. Неплохо. Знаете, неплохо. В целом... Фух. Хорошо. Ешь, молись, стреляй. Выполнено. Звездно-полостатый разблокируется в ангарах. Самолет. Да кого тут? Кто тут внизу? Никого здесь нет. А вот там вертолет. Слушайте, ну нам нужен транспорт. Давайте поможем ребятам отстреляться от сектантов. И после этого конфискуем транспорт. Все, все нормально, супер гуд. Да, тут все горит, поэтому я отсюда поехал. Так, надо только точку отметить, куда мы там направляемся. Карта. Друзья, ближайшая точка... Блин. Надин на Аберг Кромби. В другую сторону нам катить. Давайте Надин, потом сразу ферма. Потому что мы тогда никогда не доберемся. Уф, там я только что разворот какой крутой сделал. Сам не ожидал. Правильно, валите с дороги. Чего вы вообще тусите посреди дороги? Ё-моё. Да этот дебил, он получается налево не повернул сам. Я думал... Не, ну как так можно попали в меня тут жестко эти пулинотчики. Блин, козлы, вы козлы. На-ка, я здесь, идите сюда. Сейчас мы на их машине. И мы дадим просраться. Думали все так просто. Не с кем вы связались. Вот здесь он что-то тупил, не поворачивал. Я просто выставил этот... Ну, на пути... На пути к точке маршрута. Авто... Автопередвижение. Передвижение. Он что-то не решался повернуть. За деревом, конечно, на самом деле от такого пулемета не спрятаться. Прошьет его напрочь. Но Far Cry прокатывает. Ой, блин, а я забыл, что у меня РПГ. Я постоянно... Как можно было, да, так промазать? Минус один их, что там у нас? Виапишник, иди сюда. Ты готов? Випсектант. У него остались только цветочки. От одного из... Это второго. Я забыл, короче, что у меня просто РПГ с собой. Представляете, я же постоянно насиловываю автомат. Ты что, блин, сученыш творишь? Это... И если бы я вспомнил, что у меня РПГ, то конвой бы этот, конечно, гораздо быстрее мы смогли победить. Вообще, я с ним связываться-то не хотел. Надо вам до фермы добраться. Гляньте, гляньте, гляньте. Ну, кто там? Вот кто меня просек? Откуда? Побежали. Внаружи на новое место. Новое место это хорошо забытое старое. Так, это работает в Far Cry. Давайте заглянем, что тут у нас пишут. Манифест Дода. Люди, лишенные творческих способностей, называют вещи мусором. Если не могут найти применение, тогда тот же, кто обладает изобретательным умом, не станет разделять вещи на полезные и бесполезные. Любому предмету можно найти применение. Концепция мусора единственное, что придумали в современном мире. Ее авторы – капиталисты и транснациональные корпорации. Из чего угодно можно сделать что-нибудь еще. Окей, мысль хорошая. Мне понравилось его заключение. Давайте рюкзачок. Может, много патронов на что-нибудь у нас нет. Нет, пока что нет. Давайте взломаем. Какой-то мотор там разобранный. Что за комнатуха? Броник, гранаты, баксы, патроны. Нормально так же скачали в комнатушку. Что тут еще? Вот этот ящик обыскать. Взрывчатка, детонаторы. Все неплохо. Я, кстати, все не применяю эти тоники, которые можно там использовать. Забываю за них постоянно. Ну, наверное, дольше тут тусить смысла нет. Давайте быстренько поговорим с этой девахой, что она нам расскажет. А зачем она убежала? Браво! Браво! Видите, тут есть кружок, что он, что он, что он обозначает, не совсем понятно. То есть, где-то как предмет, вот как только что рюкзак. А мне как этот звук не нравится. Господи, защити меня! Блин, да сколько их тут будет? У этих парней. Я просто в шоке. Поговорить мы можем с тобой, дорогушечка? Конечно, прибежал тут уже вокруг тебя и так, и так. Прыгаю, а ты не обращаешь внимание. Я не хранил эти комиксы с самого детства. Видать, решил, что его детям они не нужны и продал. Только вот мне нужны. А дедушка умер. Секта постаралась. У меня ничего не осталось на память, так что мне нужны эти комиксы. Если найдешь комиксы, я смогу тебя отблагодарить. Мне нужна вся серия. О, уже что-то нашел? Здорово. Найди все, и я тебе заплачу. Она может меня отблагодарить. Открыть карту. Королевский комикс. Коллекционный комикс, прошу прощения. Ну, что это история про комиксы. Найдите все книги комиксов. Ну, давайте за одним хотя бы смотнемся, как минимум. Стоп, надо пополнить боезапас. Демщики пытаются прибрать к рукам всю дичь. Привет, привет. Дичь. Это подгрузка магазина. Соединением постоянно с интернетом. Смотри, ну, как я рассматриваю это как безумие. То есть, когда у тебя какая-то непонятная загрузка идет. Так, мы пополним предметы. Единственное, да, давайте аптеки. Все. Ой-ой-ой, комиксы. Карта комиксов. Да, еще ж можно взять ее. 1200. Недешево. Но она у нас есть. Теперь самое главное. Что-то я не позволю. Да, я уже все купил. До свидания. Ну, ну, парни прям передо мной стоят. Спасибо. А они не отмечаются красным. Вот это немножко расстраивает. Просто если они стоят прям передо мной. Так, давай. Воюй. Воюй, подруга, воюй. Комикс про Вьетнам. Есть такой. Два комикса из 12. Ну, тихо-тихо-ни. Лук это круто, но пулемет не верните. Пока что, пока что лучше пулемет. Вот что за записка. Опять лук. Все-таки записку давайте прочитаем. Записка от Иосифа. Когда твоя жена и ребенок покинули эту землю, мы опасались, что ты позволишь слабости одолеть тебя, но ты оказался сильнее, стал охотником, а не дичью. Поборол свои грехи, отверг зло, которое переполняло твою жизнь. Мы возложили на тебя руки и забрали грех. Вырезали его из твоей груди. Так поступил каждый, кто пришел к нам, желая спастись. Вырезали из твоей груди. Буквально или фигурально, блин. Грех. Что они ему отрезали? Грудак. Так, сейф очищен. Сумка еще одна найдена со взрывчаткой. Что еще тут в доме? Броник. Что там за нервные типы, короче? Это девака с ними там? Так, но я думаю, она победит. Мы в нее верим. Куда? Берегусь. Нормально, девка там. Будь здоров. Вот это подобрала пулемет подруга. Нельзя одновременно перезарядить и заскочить в дом. К сожалению. Вроде бы все мы осмотрели. Тут у нас какой-то бункер. Кстати, разыскивается наш парень. Так, ну давайте посмотрим, что в бункере одно другому не мешает, раз мы уже здесь. Записку сразу зачитаем. Признание Бойда. Однажды отец сказал мне, никто не верит в смерть, пока она не придет. И даже тогда большинство продолжает ее отрицать. Но после всего, что мы с Мэри Мэй, ее братом видели, мне пришлось поверить. Да простит меня Бог. Что у нас тут в бункере? Так, очко навыков. И все? Или я что-то выпускаю? Может быть и все. Вроде как больше и некуда идти. Тогда выбираемся наружу. Об этом бункере, по-моему, и не было никаких упоминаний. Ну да, не видно. Так, гулей. Друзья, смотрим дальше, куда нам двигать. Да, неплохо так зачищен региончик. Конвои мы особо не трогаем. Что у нас вообще по количеству миссий, кстати? Нанято специалистов. Один из трех, друзья. Это специалист имеется в виду, это вот бумер в данном случае. Вот. Двадцать четыре миссии из пятидесяти двух. Освобождено аванпостов шесть из семи. Десять из четырнадцати. Разрушено построек секты. Я думаю, еще один ролик. И мы, в общем-то, закончим, наверное, тут зачистку. Можно будет приступать. К заданиям более, что ли, сюжетным. Так, ставим маркер. А, знаете что, а зачем нам маркер? Давайте быстрое перемещение. Оно же здесь присутствует. Присутствует. Блин, оно присутствует. Но мне кажется, я просто быстрее сюда доеду, чем мы... Чем мы просто будем... Будем быстро перемещаться. Ну, если, конечно, все правильно сделать. Ну, пошел вон. Ничего там, ах ты, сволочь, попал мне сразу в спину. Просто, ну, веселее, веселее мчать на квадроцикле, допустим. По пересеченной местности, по вот этим замечательным... Красивым дорогам, наслаждаясь замечательным видом, Чем просто смотреть на экран загрузки. Надпись и... Что мы можем там увидеть? Надпись и спину Сида. Иосифа. Я здесь тебе помогаю. Все норм. Так, мирный житель спасен. Плюс 50 очков. Спасибо, что спас мою шкуру. Так, без проблем, давай. Живи, друг, живи. 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 Вот эти постоянные перестрелки, я думал, все же, чем больше мы освободим... Вот у нас уже половина, даже чуть больше захвачено аванпостов. И половина карты, да, освобождено. Я думал, ну, как там, будет легче передвигаться по миру. А у нас реально, реально хардкор. Я думал, уже мимо стрельнул. Парням... Парням пофиг. Ну, конечно, ракета ушла. Им пофиг, что одна из их машин в комвое... Уничтожена. Ха-ха-ха, повезло, вы представляете? Охренеть просто. Вот откуда он взялся у меня за спиной? Мирный житель спасен. Ехал я себе на квадроцикле? Вот такое у нас произошло. Вот эти еще с дымом у головы безумные люди. Охренеть, блин. Так я не уничтожил конвой. Вот откуда он взялся? Из кустов они из ромашек выпрыгивают. Ох, блин. Ох, блин, друзья. Мне нравится мне такое. Мы, кстати, добрались до точки. И здесь что-то очень интересное. Но что именно, мы уже узнаем в следующем видео. Гляньте там. Это Infamous. Парни. Да, собираем комикс. Обнаружен новый персонаж. Ларри Паркер. Давайте зачистим здание. Следующее видео начнем уже именно с момента выполнения задачи. Да, всего доброго. Друзья, я говорю тоже вам всего доброго. Огромное спасибо за просмотры и лайки. Для вас, как всегда, играл Андрей Броскей. Увидимся в самое ближайшее время. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok